Для одних новогодние каникулы – полное погружение в отдых. Для других эти 8 выходных дней – обычный жизненный процесс, поэтому многие учреждения не прекращают свою деятельность. Так, районная поликлиника готова будет обслужить пациентов 3, 4, 5 и 6 января. Причем принимать будут не только терапевты. 3 числа работает терапевт, кабинет неотложной помощи обязательно и для оказания экстренной помощи отоларинголог-врач. 4 также работают терапевты дежурные, потом кабинет неотложной помощи, врач-травматолог, потом врач-хирург, врач-окулист. 4 числа, значит, 5 только дежурный терапевт и 6 тоже только дежурный терапевт. Вызвать врача надо можно будет в любой день этих долгожданных новогодних каникул. В случае, если во время праздников вам срочно понадобится воспользоваться услугами многофункционального центра, то запомните график его работы. 31 декабря до 19.00 и только на выдачу готовых документов. Далее сотрудников МФЦ ожидает отдых вплоть до 6 января. Но и в этот день будет доступна лишь одна услуга. На услугу выдачи свидетельств о погребении. Мы с января запускаем новую услугу, работаем по регистрации смерти и выдачи свидетельств о смерти. 6 числа с 8 до 8 для заявителей мы работаем на показания этой услуги. Такое решение было принято в связи с маленьким потоком заявителей в эти праздничные дни. Следующий рабочий день – 9 января. С этого момента многофункциональный центр начнет работать в штатном режиме. Также хотелось бы от лица нашего коллектива поздравить всех местных жителей городского округа Ленинска, и не только гостей с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым. Пожелать хороших праздников, семейного счастья и благополучия. Я думаю, что 2020 год будет интересным для нас всех. На рабочем месте Новый год встретят сотрудники Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. Пока вся страна будет отдыхать, им предстоит обеспечивать жителей Ленинского городского округа теплом и водоснабжением. Следить, чтобы все работало без перебоев. У нас постоянно на рабочих местах будет присутствовать аварийный персонал, который будет располагаться здесь, в здании ПТО ГХ. Также обеспечен он будет автотранспортом. И периодически будут совершаться объезды по городу, по нашим, по всем объектам, для того, чтобы контролировать исправность их работы. В случае каких-то непредвиденных ситуаций у нас составлен график дежурства, и дополнительные силы будут привлечены буквально в течение одного часа. Если в празднике вам будет необходимо воспользоваться еще какими-либо услугами, уточняйте режим работы учреждений заранее. Это облегчит продвижение ваших дел. И пусть в новом году у вас все получается вовремя. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. ВиднетВ.